Патриотизм и любовь к родине И уважение к закону Школьный возраст это период, когда формируются гражданские качества Без любви к родине невозможно построить сильную Россию Без уважения к собственной истории, к делам и традициям старшего поколения нельзя вырастить достойных граждан Уже четвертый год в школе номер 200 советом старшеклассников реализуется проект «Поклонимся великим тем годам» В преддверии Великого праздника Дня Победы творческая группа Совета старшеклассников школы Совместно с Советом ветеранов Чекаловского района города Екатеринбурга Проводит на базе школы 200 встречи поколений Это мероприятие объединяет учащихся, их родителей, педагогов, ветеранов Великой Отечественной войны, Тружеников тыла, ветеранов педагогического труда Каждый год творческая группа Совета старшеклассников представляет театрализованные композиции, посвященные событиям Великой Отечественной войны Через литературно-музыкальные образы раскрывает героические страницы истории страны, мужества и доблесть защитников Родины В 2013 году, изучая архивные материалы о выпускниках школ города Свердловска, ушедших на фронт со школьной скамьи, ребята создали литературно-музыкальную композицию «Память за собою позови» «Нет, ну вы представляете, мы закончили школу, получили антистат, начинается взрослая жизнь, я вас здравствую, здравствуйте, здравствуйте, паздник, я хочу усилиться, идет, идет, и галстук, красавец наших домкодов, что я не могу, вот так всегда, сама стройка, так, ребята, построились, парнясь, смирно, товарищи, член комитета комсомола, да, я желаю, больно! Разве погибнуть и нам завещала? Родина! Жизнь обещала, любовь обещала, Родина! Разве для смерти рождаются дети? Родина! Разве хотела ты нашей смерти? Родина! Пламя ударило в небо, ты видишь, Родина! Тихо сказала, вставайте на помощь, Родина! Слава никто у тебя не упрашивал! Родин! Просто был выбор у каждого, я или Родина! Не можно укреп! Команду черта! Направо! Парш! Клечо вперед! И резко вскинули винтовки, последний к школе на сборок. Ушли сурово, без оглядки, не нарушая плотный строй, шагая твердо, по-солдатски, от школьной двери, прямо в бой. И удержать их не пытались, сердца стучала им война. Туда, где из беды остались, вернутся только имена. Жди меня, и я вернусь, только очень жди. Жди, когда наводят грузь, желтые дожди. Жди, когда снегами, жди, когда жара. Жди, когда других не ждут, а забыть вчера. Жди, когда из дальних мест писем не придет. Жди, когда уж надоест всем, кто вместе ждет. Жди меня, и я вернусь. Всем смертям не зло. Кто не ждал меня, тот пусть скажет, повезло. Как я выжил, будем знать только мы с тобой. Просто ты умела ждать, как никто другой. Нет, это не заслуга, а удача. Стать девушке, солдатом на войне, когда б сложилась жизнь моя иначе, как в день победы стыдно было б мне. С восторгом нас, девчонок, не встречали. Нас гнал домой, охрипший военком. Так было в сорок первом, а медали и прочие регалии потом. Смотрю назад, продымленные дали. Нет, не заслуга в тот зловещий год, а высшей честью школьницы считали возможность умереть за свой народ. До сих пор не совсем понимаю, как же я и худа, и мала сквозь пожары к победному мая в кирзачах стопудовых дошла. И откуда взялось столько силы даже в самых слабейших из нас, что гадать, был и есть у России вечной прочности, вечный запас. Бой бессвестный, о котором речь сегодня поведем, был, прошел, забылся вскоре, да и вспомнят ли о нем. Бой в лесу, в кустах, в болоте, где война стелила путь, где вода была пехоте, по колено, грязь по грудь. Где брели бойцы банура, и скользнув с бревна в ночи, артиллерия тонула, увязали тягачи. Этот бой в болоте диком на втором году войны не за город шел великий, что один у всей страны, не за гордую твердыню, что у Волги, у реки. Сперез и свыше небесом слетает жёлтый истинь, старинный вальс, селенный сон играет гармонист, вздыхают шалу, без пасы, и словно отзавытия, сидя и слушают войти, товарищи мои. Нет, ребята, я не гордый, не загадывая вдаль. Так скажу, зачем мне орден? Я согласен на медаль, на медаль и тоник спеху. Вот закончили в войну, вот бы в отпуск я приехал на родную сторону. Буду ли жить ещё? Едва лет. Тут воюй, а не гадай. Но скажу насчёт медали. Мне её тогда подай, обеспечиваясь я достоин, и понять, вы все должны. Девашь, самое простое, человек пришёл с войны. Молодые ребята с фотографией смотрят, их глаза дружбы свято, как и прежде хранят. Каждый мог быть счастливым, каждый мог быть любимым, но стал самочишкой, молодым навсегда. Это просто война, это просто разлука, это просто беда, так-то, что на землю пришла. Это просто судьба, злая доля и мука. Это просто война, что мальчишку нашла, это просто война, Я не знаю о войне, лишь по наслышке, но матерям сегодня не наста. Ведь подрастают юные мальчишки, а где-то до сих пор идёт война. И сколько их ещё, наверное, будет солдат, не возвратившихся с войны. В бою для вас, к вам обращаюсь, люди, мы научиться мир беречь должны. Над миром вновь бушует вечный май, в который раз мы празднуем победу. Но то, что совершили наши дети, ты помнишь, никогда не забывай. Ты помнишь, никогда не забывай. С 2015 года Совет старшеклассников сотрудничает с Музеем Истории Ювелирного и Камнерезного Искусства, представляя совместные программы в рамках всероссийской акции «Одна на всех победа» и музейной программы «Память». Прошлое нашей страны включает огромный идейный, нравственный заряд, помогающий делать человеческую личность гордой за нашу Родину, наших людей, которые в смертельных сватках с врагами отстояли свободу и независимость государства. Священная память о народных героях, бессмертен подвиг солдата и труженика Великой Отечественной войне. Время неумолимо. С каждым годом все меньше и меньше остается ветеранов той страшной войны. Но воспоминания об этих людях должны сохраниться. Наш долг — хранить память о подвигах людей, уважение к стойкости, мужеству, беззаветной любви к своему Отечеству и передать это следующим поколениям. Быть гражданином и патриотом своей страны значит иметь активную гражданскую позицию, грамотно пользоваться своими правами, честно и добросовестно исполнять свои обязанности. Мы хотим, чтобы молодое поколение гордилось, что они родились в великой стране, стремились сохранять ее богатство и красоту, чтили ее героическое прошлое, своих предков, любили свой народ. Ведь мы — будущее России! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова